Студенты Самарского пединститута одними из первых узнали о профессии стюарда Чемпионата мира по футболу. В переводе на русский. Это контролер-распорядитель. Это уникальная возможность вообще побывать на этом матче. И общаться с иностранными гражданами, мне кажется, это бесценно. Студенты к возможности поработать на чемпионате отнеслись с энтузиазмом. Более полутора тысяч заявок на должность стюарда уже собрано. Во-первых, нельзя пропустить такое грандиозное событие в нашей стране, которое случается очень редко. И в это вкладывается много усилий государства. Это вообще международное событие. Приедет много иностранных гостей, которым надо помогать на стадионе. Стюардом может стать любой гражданин России, не имеющий судимости и достигший 18 лет. Активисты должны уметь работать в команде и быть стрессоустойчивыми, поскольку в дни матча смены длятся по 12 часов. Знания английского приветствуются, но не обязательно. Представители штаба по набору просят не путать стюардов с волонтерами. Основная задача волонтеров – это обеспечивать некое гостеприимство и обеспечивать позитивную атмосферу на матче. Что касается стюартов, то это профессия. Во-первых, чтобы быть стюартом, необходимо получить официальное, дополнительное профессиональное образование. Необходимо иметь удостоверение, которое зарегистрировано непосредственно в РФС, в РФС, стюарты обеспечивают безопасность проведения официального спортивного мероприятия. С сегодняшнего дня во всех вузах города будут проводить презентации проекта. По итогам конкурса отберут 1400 человек. Их ждут 27 часов теории и практики, а также обязательное посещение домашних игр, крыльев, советов. После Мундиали все, кто получил профессию стюарта, смогут работать на любых официальных спортивных мероприятиях. Алина Чемерс, Данила Лучко, Григорий Плешаков. События.